Микс Ньюс Исследователь Института философии и социологии Латвийского университета и историк Аспар Зелес у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Сразу напомню, телефон напрямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот как раз таки с памятников мы хотели начать. Мы помним, как активно развивалась вот эта компания Black Lives Matter, которая в результате перешла в такую, ну, передел истории, наверное, неправильно говорить, но в общем-то, пересмотр и такая война с памятниками и по всей Европе в том числе, прошла эта волна, и вы в том числе высказывали в своем твиттере, что на сегодняшний день, как вы видите эту ситуацию? Ну, я бы сказал, что ситуация, как бы, если смотреть с исторической перспективы, совершенно нормальная, потому что если появляются такие вот социальные или политические события, Ну, события, да, или кусты, движения, 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 то всегда в первую очередь под удар попадают памятники. И это не новое, это уже старое, как сама цивилизация. Если мы помним, то даже вот смещение римских императоров, да, сопровождалось с разбиванием их статуи. В Египте уничтожали, да, там всё, что было связано с Эхнатоном и практически пытались стереть с лица земли, там фараоны периодически, да, тоже. Да, конечно, и если мы посмотрим на то, что происходило в европейской истории, да, то это совсем объяснимо. Ну, человек считает, что если убрать вот памятники, он как бы избавится от этого прошлого, да. Мы тоже в 1990 году убрали Ленина, да, и очень надеялись, что Ленин пропадёт из наших голов, да, но, как мы видим, это совсем не так происходит. И этот, как бы, можно сказать, да, первый шаг, который люди всегда совершают, обоснованный он или не обоснованный, это уже вопрос для дискуссии. Где-то можно смотреть, да, можно согласиться, да, вот тот или иной памятник действительно очень контроверсиальным историческим персонажем. Если мы посмотрим, например, на сторону Бельгии, да, то там король Леопольд, да, который ответственный за геноцид, да, производимый Бельгийским Конго, да, он действительно, как бы, уже на протяжении многих десятков лет, да, историки согласились, что он, как бы, чёрное пятно Бельгии. Если мы смотрим на другие памятники, то можно смотреть на них, я думаю, очень по-разному, по-разному. Ну, и мне, как историку, как человеку, который смотрит на эти процессы, как бы, немножко по-другому, да, мне бы казалось, что сперва бы нужны были дискуссии о том или ином персонаже, или о том или иных событиях, да. Потому что памятник снести можно очень-очень быстро, да, и от него ничего не останется, но вот, как я говорил, в голове это останется, да. И надо сперва менять то, что у человека происходит у него в голове. И это можно, да, добыться только дискуссиями, только образованием. Ну, вот, кстати, ещё была одна дата, которую я забыл сказать. Сегодня во Франции 9-я термидора, когда был термидорианский переворот, и практически лидера революции Максимилиана Ребеспьера арестовали и казнили. Вот эти все события, которые были кровавыми для Франции, казнь короля, затем казнь революционеров, которые осуществляли эти преобразования, сейчас воспринимаются, ну, во французском, хотя пока вот в обществе, достаточно спокойно. То есть это как часть истории, где они соседствуют и убийцы, и палачи, которые затем стали тоже жертвами, в одном ряду в учебнике. Вот такое вот отношение, ну, вот часто Францию ставят в пример другим, что они спокойно как-то более относятся, может быть, к своему прошлому, нежели другие страны. Ну, я бы не сказал, что французы относятся спокойно к своей истории, они очень-очень буйно реагируют на некоторые факты своей истории. Но если мы посмотрим вот на такие давние события, мы можем смотреть, что на истории можно смотреть более-менее объективно, да, тогда, когда эта история уходит из дискурса политиков. Умер последний свидетель, есть тоже такое вот мнение. Ну, это мы не можем сказать, что вот это совершенно вот так происходит, да, это, да, тогда, ну, есть такая теория, да, когда тогда начинается настоящая история, да, но это не объясняет, что на историю можно смотреть непредвзято, да. Я думаю, главный, 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 главный момент – это вот действительно, насколько эти или другие исторические события используются в политической риторике. И политическая риторика, да, задаёт вот этот идеологический вопрос по поводу некоторых событий, да, и это вызывает волнение у общества. Если мы смотрим на Франции, да, вы говорили, что вот, ну, если мы посмотрим на некоторые события вот несколько лет назад, пять где-то или немножко больше, да, вот в учебниках Франции, да, тогдашний министр образования объявил, что надо включить вот материал о так называемом хорошем колониализме, да, то, что мы сегодня много-много тоже слышим, да, что колонисты, они пронесли не только бед, ну, например, в Африку, но и много хорошего, да, но вот это вызвало очень бурные дискуссии в обществе Франции, да, и в результате вот эта концепция доброжелательного колониализма, да, была убрана из учебников Франции. Проводя аналогию с Латвией, можно ли, ну, говорить о том, что, например, очень так как бы осторожно попытаться объективно посмотреть на историю и как бы не, ну, говорить о том, что всё-таки в 1710 год вот всё-таки русские оказались здесь не только в 40-м году, но и раньше, и это есть большая часть истории тоже Латвии как части Российской империи, вот то, что часто как-то как-то пытаются даже забыть и вычеркнуть из истории. Ну, я думаю, что 200 лет в Российской империи никто не собирается вычеркнуть, я этого не вижу, как бы, может, ну, я не знаю, из ваших позиций это немножко выглядит по-другому, но я как бы это не вижу как таковую проблему, да, и история, которая связана с Российской империей более или менее, если мы смотрим, она действительно имеет место, я думаю, анализируется в истории Латвии, да, дело в том, что это вхождение в Российскую империю, да, было обусловлено многими причинами, да, если мы посмотрим в Российской империи, мы территории, да, три губернии, да, то есть Лянская, Лифлянская и Курлянская губерния, да, фактически были автономиями, да, так называемые, как Россия называет, это Озейский край, да, и здесь действительно мы больше смотрим, да, на тех политиков, да, которые создавали политику здесь, и это не русские, а это немцы, да, балтийские немцы, да. У меня в связи с этим вопрос по поводу того, как это все, вот вы упомянули, как история строится, как это все в умах людей происходит, вот этот переворот или отношение к каким-то тем или иным событиям, и, ну, может быть, уже так закругляя тему русские латыши, которые неизбежно, как бы, понятное дело, что сегодня тоже будет звучать. Вот сейчас, читая некоторых тех же политиков в Твиттере, складывается ощущение, что представление о русскоязычных у молодого поколения политиков в том числе исключительно как о приезжих вот в те времена, или привезенных, или вот советских людях, но есть же очень много людей русскоязычных, которые были во времена, вот становления... Первой республики и до этого... Да, то есть, ну, это люди, которые исторически здесь жили, и они ничем не отвечают. Старой верой те же самые. Да, то есть, это очень такой большой пласт людей. Но впечатление у сегодняшних, вот если с молодыми людьми поговорить, им кажется, что вот все это понаехавшие, которые обязательно должны куда-то уехать, на те земли, к которым они, как бы, отношения особого не имеют. Ну, мне очень трудно сказать, откуда вот такое представление, да, если я смотрю, вот у меня дочка тоже молодой человек, если я смотрю и с другими молодыми людьми мне приходится, да, разговаривать, да, я могу сказать, что молодые люди очень по-разному думают, да. В основном смотрят на русских, как только приезжих, да, какой-то чужой элемент советского колониализма, да, те латышские, я думаю, молодые люди, которые нет точки соприкосновения, да, с их сверстниками русскими, да. И это я, как бы, я в своё время немножко работал в французском лицее, да, и я это чувствовал, да, что вот эти представления о русских, да, у многих людей, да, создаются просто потому, что они не знают, да, действительно реальности их сверстников. И я думаю, та же проблема, я тоже по поводу исследований, очень много говорил с русскоязычными людьми в своё время, у нас был проект об устной истории русскоязычных людей Латвии, да, я вижу эту проблему также у некоторых русских, да, которые тоже на латышей смотрят только из того, что они слышат или видят, да, в своей информационной среде. То есть, создаётся такое общее, ну, как ненавистное, наверное, вопросово, да, они... Я не думаю, что это ненавистное, но это как в своё время в своих мемуарах Валентина Фреймана хорошо сказала, да, мы как в буфете, мы живём в каждой своём ящике, да, и не видим, что происходит в соседнем ящике, вот это проблема, да. 24 июля президент Латвии Геллевиц призвал историков, исследователей участвовать и высказать своё мнение по поводу законопроекта о латвийских землях и сохранении культуры. Что вы на этот счёт думаете? Ведь он считает, что это и демократия усилит, и такую осознанность жителей, ваше мнение на этот счёт? Я особо не вникал в этот проект, сразу скажу, я там не специалист, но я эту дискуссию послушал, да, мне было интересно. И что я могу сказать, вот мои чисто субъективные, как бы, впечатление, да, что я не вижу там смысла, для чего это делается, да. Какой реальный, например, будет бонус для людей, например, живущих в Латгалии, да, когда объявят, что вот Латгалия историческая земля Латвии, да, а что поменяется? Мы что, и без этого закона не понимаем, что это историческая земля Латвии, да. Может быть, там можно сказать, что вот закон немножко получше, если будет закон, да, немножко будет лучше смотреться вот эти малые этнографические идентитеты, там, например, кулянские католики суеты, да, или там в Аллукснейской области живущие малые они, да, может быть. Но реально я как бы, я пока не вижу. Просто я, может быть, не понимаю. Один из исследователей провёл вот очень интересную вещь, он изучил учебники разных государств, учебники истории, речь, конечно, об этом идёт, и вот он обратил внимание на то, что в каждом учебнике говорится, что вот эта страна, ну, вот учит детей, что мы самые вообще добрые, мы самые миролюбивые, и вот если вот всегда на нас нападали, мы просто отбивали врага, и вот, скажем, ну, вот какой-то кусок его, значит, чтобы больше враг с этой территории на нас не напал, нам пришлось присоединить к себе. Он, ну, вот обращал внимание на то, что в каждом учебнике истории, история государства преподносится самым положительным образом, и одни и те же вот события, если взять разные учебники, они интерпретируются совершенно по-разному. Вот может ли быть объективно? Чему всё-таки нужно учить детей, и не получается ли так, что вот учебники истории, может быть, наоборот, как-то вкладывают какие-то всё-таки зёрна, которые затем прорастут и приведут к каким-то конфликтам в будущем? Ну, конечно, это можно, это смотря, что мы смотрим на изучение истории, какая цель этого предмета, да. Вот некоторые считают, да, что история – это предмет, чтобы человек знал там целую громаду, да, числил, что, когда и где произошло. Другие думают, что вот эта история должна как бы создавать у человека чувство патриотизма, да, но если мы смотрим на изучение истории Латвии, то я не могу сказать, что вот разные учителя, они воспринимают действительно по-разному цель этого предмета, да. Но я вижу, что главное, да, и в чём, например, упоминается и в программах, да, и в стандартах программы изучения латвийской международной истории, да, это критическое восприятие. Это то, что можно быть разные, как бы, события, можно взглянуть с разных точек зрения. И не всегда то, что нам кажется белым, является белым, и наоборот. А по каким способам можно вообще учить современную историю, вот там 10-5 лет назад, 15-20 лет назад? Вы тоже упомянули, что сложно так вот субъективно, объективно про историю говорить. Ну, это вообще не история, я считаю. Это ещё. Это уже политика, да. Если мы смотрим на историю Латвии, да, мне кажется, я этого не делал, и, ну, это не моя сфера интересов, во-первых, и, во-вторых, когда мне вот как-то захочется, да, вот этой темой как бы прискасаться, если смотрю, например, конец 80-х, начало 90-х годов, да, я понимаю, что эта тема ещё очень политизирована, да, и для историка там делать ещё нечего. Там слишком рано. Надо, чтобы эту тему изучали, да, но это, я думаю, главным образом должны смотреть на эту тему пока политологи, нежели историки. Потому что очень много, как, ну, уже мы говорили, живые-живые люди, которые, у которых есть своя правда о этом времени, да, есть много документов и много фактов, которые сегодня очень чувствительны, да, на них невозможно, как бы, взглянуть таким... Беспристрастным. Беспристрастным, да, взглядом сказать, да, это было так и так. Ну, я думаю, что это совсем нормально, и пройдёт ещё года десять, да, и мы действительно получим нормальные исторические работы на эту тему, да, есть историки, и есть очень хорошие историки, да, которые уже занимаются этой темой, да, но мне кажется, ещё немножко рано. У меня такой... Давайте сначала примем звонок, надевайте наушники, да. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, хочу выразить восхищение, ну, не с уважением к такому вашему гостю, я только подключился к радио, застал последние вот пять, две, три минуты, мне очень понравилось, и давно такого не встречал, когда человек так чётко отделяет политику от истории, от политизации, это, во-первых, это очень приветствует, на мой взгляд, самый главный вопрос. Но вопрос и анализ, критичная работа с материалами, умение аналитически мыслить, это очень важно. А именно не с событиями, потому что события, по моему мнению, мы узнаём по документам оставшимся о тех событиях, по рассказам очевидцев, и поэтому с документами работать точно так же аналитически и критически обязательно важны, потому что они отражают какую-то одну сторону, одну точку зрения, надо разный, правильно, вот вы полностью согласны с вашим путем. И такой вопрос, а вот это вот пройдёт время, допустим, 90-е годы, Латвия, возобновление опять, здесь происходящее событие, они будут оцениваться жить по документам, по-моему, надо как раз, если не согласен, я думаю, что такой вопрос, что всё-таки с очевидцами надо сейчас как-то документировать, с разных сторон очевидцами, что проходило, это документация фактов получается, согласен он со мной или нет. Спасибо. Вот вы упомянули, кстати, устную историю, это новое модное направление, которое даёт возможность зафиксировать... Не модное, это уже старое. Старое, но когда я учился, господи, вот в конце 80-х мы тогда вот начали собирать, я помню, что просто ходили по улицам, собирали какие-то данные, отправлялись к людям пожилым, которые были свидетелями, ещё видели, условно говоря, Ленина видели, Октябрьскую революцию, то есть это были уходящие уже люди, там 95 лет, но это вот... Ну да, там можно говорить, там есть некоторые разновидности, для, как мы берём интервью, для чего мы берём интервью, какие способы мы используем, для того, чтобы вот это интервью у нас получилось, да, и как мы её используем, да, ну вот эта методика, как бы создавалась только в начале 80-х годов, да, и был таком, как его называют в Европе, британский проект, да, в своё время, но я с звонившимся, с звонившимся, да, да, совершенно согласен, что вот невозможно историю воссоздать только под документом, особенно если этих документов не так уж много, как нам кажется, да, особенно в конце 80-х, 90-х годов, там есть очень большие лакуны документов, да, документы где-то пропали. Возможно, пока, возможно, через какое-то время появятся, такое тоже бывает. Ну, дай бог, дай бог, но я на это бы не надеялся, да, потому что, насколько я смотрел, вот в неисторическом государственном архиве, да, там очень-очень большие, как бы, кипи документов где-то пропали, да, пропали прямо из архива? Нет, не из архива, их просто не сдали, не сдали, потому что смена власти, да, и вот этих документов не так уж положительно, ты там выгладил, да, и можно, да, это создать, да, что там эти документы не все, не все попадали, попадали в архив, да, но, да, и здесь поступает, да, здесь людям надо смотреть, людям надо рассказывать свои воспоминания, людям надо писать мемуары, да, это, конечно, все субъективный, как бы, материал, да, да, из некоторого, из какого-то числа субъективного материала, да, мы можем и получить объективный результат. В России сейчас очень популярен проект электронный, где они собирают дневники людей, и это уникальные свидетельства о повседневной жизни. И это происходит в Латвии, в Латвии уже много лет, вот, институте фольклора, искусств и литературы, да, наверное, я назвал правильно, да, это, они находятся в национальной библиотеке, да, они действительно, они собирают и дигитализируют, да, вот дневники, мемуары, письма, для людей, это очень позитивные. Вот в связи с этим у меня такой назревший вопрос, не получится ли у нас такое перенасыщение источников, то есть если мы говорим о более раннем времени, там скорее нехватка источников, и мы вынуждены иногда там освещая какие-то события, строить их на нескольких документах всего лишь, а сейчас, когда мы видим, что окружающий наш мир просто сошел с ума, мы фиксируем, снимаем, фотографируем все, что вообще только можно, вот этот объем не получится ли, что здесь наоборот главная трудность будет выбрать из этого огромнейшего массива информации что-то нужное, а не информационный шум может заслонить. Да, конечно, это проблема, но я ее как бы не вижу, потому что если посмотрим на этот, ну, например, хотя бы на фотодокументы, да, все что-то снимают, что-то, но где это все как бы сохраняется, да, этого не сохраняется, это как бы уходит вот в этот информационный поток и как бы выливается, да, вот, например, сейчас некая пара-пары недель назад вот Латвийский национальный музей истории, да, вот призывал людей сдавать свои фотографии, свои свидетельства о коронакризисе, да, коронакризисе, да, и это вот они хорошо поняли, да, что если это сейчас брать, пока он находится в наших телефонах, наших интернет в облаках, да, это потом пропадет. У меня вот с этим, да, чуть-чуть, может быть, так вот от темы коронавируса подойти, насколько сейчас понятное дело, что мы все это очень ярко, для нас это просто невероятное какое-то событие, которое перевернуло многие жизни и ход событий некоторых, но насколько это в истории может, на ваш взгляд, остаться, может быть, тоже такой вопрос, ну вот просто ваше мнение, мы знаем, что там была чума и там те же эболы и прочее, прочее, насколько вот именно коронавирус может остаться в истории как такой очень яркий след, повлиявший на что-то. Это очень трудно сказать, потому что еще не все закончилось, да, и мы можем сказать, он останется столь значимым, да, сколько будет его последствий. если эти последствия съедят какие-нибудь другие болезни, не болезни, а события, да, то совсем можно сказать, что мы можем и дойти до такого пика, да, что мы коронавирус забудем. Если мы смотрим на истории болезней двадцатом веке, да, начиная с испанской гриппы, испанской гриппы, да, испанки, инфлюенции, да, и как ее там называли, если мы смотрим на большие всплески, например, дифтерии, ТИФ, да, например, во Второй мировой войне, да, которая была очень, как говорится, очень большая проблема Латвии, если мы откроем, например, не знаю, вот акты, которые остались после немцев, да, нацистское продление, да, то мы посмотрим, там документы, главным образом, они не рассказывают нам о Холокосте, о легионе, да, или о тех темах, о которых мы как бы привыкли говорить об этом времени, но там есть о том, как бороться с ТИФом, как бороться с холерой, да, и так далее. Для них это актуально было. Испанку мы тоже не помним, мы помним то, что, да, мы тут создали латвийское государство, и потом была война на независимость, а испанка, она как-то где-то исчезает. звонок? Были звонки, просто... У меня вот тогда вопрос по поводу... Нет, все-таки еще раз перезвонил человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот будут ли обнародованы рассекречены материалы Министерства Сан-Део Великобритании о установлении Латвии? Они в 2013 году были рассекречены? Так, подождите, если они уже рассекречены, будут ли они рассекречены? Вопрос как-то очень... Будут ли они опубликованы в Латвии? Опубликованы, да. Спасибо. Ну, я не знаю... Если рассекречены, то... Они должны быть, наверное, опубликованы сначала в Великобритании. Я думаю, нет, это... Насколько я знаю с людьми, да, которые работают вот с этим временем, да, там нет ничего такого экстраординарного, да, что... что... что мы еще не знали, да. Если смотреть, да, вот, надо опубликовать, да, я всегда со всеми руками, да, за... За публикацию документов. За публикацией, конечно, чем больше мы издаем источников, тем более мы как бы оставляем за собой базу, да, для, ну, следующих поколений историков, да, потому что, ну, как бы историк работает документами, историк главным образом сидит и живет в архиве, да, но вот людям придать вот вкус вот этих документов, вот этого zeitgeist, да, курса этого времени, да, это уже можно по этим сборникам, 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 которые издаются. Да, они издаются. Например, в прошлом году, вот, издался очень, мне кажется, очень-очень-очень хороший сборник документов, да, он сразу был параллельно и на английском, и на латвийском языке, это сводки британской миссии в Латвии, да, которую, эту книгу издали в Латвийском университете, да, ее приготовил историк Эрик Йекобсон, это очень интересный материал. Это сводки британской миссии в 19-м году. В 19-м, угу. Тут вопрос пришел нам по WhatsApp, но я, как бы, его озвучу, Виталий спрашивает, для чего в 17-м году Ленин передал четыре города Витебской губернии под управление Риги. Честно говоря, это произошло, это, скорее всего, имеется в виду мирный договор, который был 20-го, если я не ошибаюсь, года, и они 17-го года. Вот эти территориальные, да, вот мы, когда мы говорим о территориальных каких-то моментах, вот здесь и что может история сказать, потому что мы все помним, когда очень политизированы очень политизированы были вот эти моменты с... Ну, вопрос о рубежах, он всегда очень болезненный, да, и если мы смотрим, то, ну, например, на истории рубежа, рубежа Латвии, да, он не всегда был как бы таком спокойным, как нам сейчас кажется, да, например, в 19-м году, когда мы проводили вот рубеж северных границ, да, там практически вот некоторые круга латвийской армии даже вызывали, что нам надо идти против Эстонии и отвоевать свои исторические земли, да, и там действительно, если мы смотрим из нашего, нашей перспективы, да, мы можем видеть, да, что эстонцы там немножко сделали то, что мы можем назвать аннексией, да, этих территорий, из эстонской перспективы это выглядит совсем по-другому, да, то же самое мы можем смотреть вот по проведению и южной границы, да, где нам были проблемы с Польшей, да, например, до начала 20-х годов, да, вот на некоторые власти южной Латвии, сели и, да, были под вопросом, под вопросом, да, и Польша признавала их польской территорией, да, так что это вопрос очень-очень интересный, да. Ну, все помнят, что Литва, литовское независимое государство было, его столица не была в Вильнюсе, а в Каунасе, да, потому что, ну, Вильнюс был, да, по части Польши, да, да, на Польшу. Ну, могут ли эти вопросы иметь такую вот обратную силу, то есть, вот там через 20, 30, 40, 50 лет кто-то придет и скажет, а вот помните, тогда 150 лет назад, вот это все-таки, наверное, давайте передумим. территории византийского государства. Если грамотно это все подать, да, как, я думаю, политически грамотно, да, по-сволочески, да, то это сработает. Это очень много. Мы уже видели, как это сработало. Да, мы сейчас видим, например, то, что происходит в Азербайджане и в Армении. да, это самый яркий, да. Возвращаясь к Латвии, по поводу Лапса я хотела узнать, читали ли вы его книгу и как вы вообще, ну, кто-то отнесся к его книге по поводу президента нашего Агела Левица, так как там достаточно много документов исторических, как, ну, к такому документальному свидетельству о чем-то. Можно ли к таким вот вещам относиться действительно серьезно с исторической точки зрения? То есть является ли это историческим исследованием или это... А может много документов. Я не читал. Не читал не потому, что вот мне как бы, как многие говорят, вот не буду читать Лапсу, да, потому что не верю ему, а просто потому, что, во-первых, у меня не было времени и, во-вторых, когда немножко времени было, да, то книга уже была распродана, да, и никто не хотел, и никому из моих как бы друзей, да, вот этой книги не было. так что я просто не знаю, что там написано, да, я знаю только то, что идет переполох там между некоторых и некоторых вопросах биографии президента, да, но как бы читатель со стороны, да, я часто не понимаю, о чем вообще там речь, да, потому что вот я эту книгу не видел. Вопрос у меня вот не связанный с Латвией, но очень тоже актуальный. Сейчас собор Святой Софии снова, ну, становится мечетью указа Эрдогана, турецкого президента. В свое время самый главный христианский храм православия, опять-таки турки захватили Константину. Вот что вы можете сказать по этому поводу, снова не подливает ли это какого-то бензина в костер, каких-то исторических претензий, вызовов. Мы все знаем, что Россия на протяжении огромного количества времени мечтала освободить Константинополь от неверных, и это было просто, ну, вот идея фикс у многих российских императоров. Вот опять не обостряет ли вот это все какие-то заново больные вопросы? Ну, если мы смотрим в этот контекст с Россией, да, в отношениях России, я там не вижу конфликта, потому что из России, кроме такого там, как бы, тоже можно сказать, патриархального такого взгляда, может быть, это нехорошая была идея, никаких протестов как бы не было, да, я вижу больше протестов, которые идут из Европы, либеральной Европы, да, которая действительно смотрит на это как бы том, что вот Турция начинает ускользать, да, как 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 страна, да, светская, светская, да, и как страна, как страна, как страна исчез сильно веру обоживаю, ограниченной демократии, да, она и уходит, уходит, да, уже в сторону все большего авторитализма и исламизации, да, вот это проблема, да, которую увидят Европы, да, в России, я как бы это, насколько я смотрю и смотрю и слушаю, да, российские медиа, да, я этого не замечаю. Совсем мало времени у нас остается, еще один момент, по которому хотелось бы задать вам вопрос, две минутки буквально показывает звук режиссер, мы видим, сейчас вот тоже обсуждают, что бюро по защите сатварсма переедет в историческое здание военного госпиталя на улице инвалиду 1, здание действительно, ну вот так посмотреть, оно просто потрясающее, и только порадоваться можно, что оно будет как-то приведено в порядок, и в общем-то у нас достаточно много таких зданий, которые заброшены не в очень хорошем состоянии, но они несут такое, ну вот исторически привлекают внимание, то есть про этот госпиталь никто не говорил долгое время, тут все вспомнили и как-то погрузились в историю тоже, насколько надо обращать на них внимание и возможно ну с помощью даже вот государственных учреждений их оживлять и приводить в порядок. Ну здесь вы спросили человеку как бы со странностями, да, историк, он всегда хочет все сохранять и все как бы чтобы осталось как бы невредимым, да, но если смотреть, да, как оценивать, оценивать можно только позитивно, да, такие шаги, что мы видим хотя бы, ну, человек, который немножко как бы соприскосовался тоже с вопросами строительства, я знаю, что во многих в многих случаях, да, сносить и строить новое получается дешевле, да, чем реставрировать старое, да, но вот эта старая как бы она действительно она является частью нашей культуры, культуры, да, нашей материальной культуры и ее надо как бы сохранять. Главное, чтобы сохранили и, как это, знаете, иногда переделывают и вот лучше бы не трогали, потому что тоже по-разному. Бывают и так же, но это происходит все время, если мы смотрим, например, на костел, домский костел, да, нам кажется, мы сегодня там его смотрим с других стран, но вот как бы ничего не сделать, да, но если мы посмотрим на его истории с вплоть до 18 века, да, он переделывался все время и башни там ставили разные по новым методам, да, если мы смотрим, да, костел сам, он произведение искусства, там, готики, готики, да, северное, да, то башня у него баракальная, да, и это ничего, ну, и привыкли. И привыкли, да. Пора нам заканчивать, к сожалению, исследователь Института философии и социологии Латвийского университета и историк Каспар Зелес был у нас в студии, спасибо, всего хорошего вам.